Здравствуйте, уважаемые коллеги и примкнувшие! С вами вновь Сан Саныч и чемпионат GTE 2019 года, проводимый Лигой ОРСРЛ. На этот раз мы с вами посмотрим несколько моментов, которые произошли на шестом этапе, который проходил на трассе Брэндсхэтч Великобритании. А начнем мы с самого начала. В первом же повороте 97 номер догоняет 44-го. Мы видим, что 44-й номер взял разгон немного лучше. Попытался сначала пойти правее, но быстро понял, что здесь места ему не оставили. Пытался сместиться левее. Но и тут понятно, что дороги нет. Уже в этот момент он оказывается очень близко к машине впереди. А проходить первый поворот гонки настолько плотно, это так себе затея. Конечно, 44-й номер это понимает и начинает пытаться набрать дистанцию. Чем видите, это не торможение. Стопы не горят. Это легкое приотпускание газа. Дистанция начинает потихоньку увеличиваться. Но 97-й номер идет за ним настолько плотно, что даже на такое замедление среагировать не успевает. И происходит столкновение. Что же видит перед собой 97-й номер в момент старта? Вот уже здесь вполне заметно, что дистанция между ним и красной Феррари впереди чуть больше одного корпуса машины. 44-й туда еле-еле помещается. И вот здесь уже совершенно понятно, что между двумя машинами впереди зазора практически не осталось. И дальше произойдет одно из двух. Либо будет столкновение, либо 44-й номер сбросит темп разгона. Что, собственно, и происходит. Просто для сравнения. Обратите внимание на черно-желтый Форд справа. Рядом с 97-м номером. Как едет он? Здесь вот у них, у обоих, практически одинаковая дистанция до машины впереди. При этом, как мы видим слева, дистанция от Феррари до самого первого Форда гораздо больше. То есть, места с левой части больше. Смотрите на дальнейшие действия. Вот здесь замечаете, что Форд справа начинает набирать дистанцию вот в этом месте. Причем вот это уже даже не при отпускании от газа, а торможение. Коротенькое, но все же. При этом желтая Феррари в него тоже не въезжает, потому что до этого набрала достаточную дистанцию. и замедление это происходит. При том, что перед Феррари справа дорога совершенно чистая. А слева, как мы видим, 97-й номер при гораздо большей плотности машины впереди позволил себе сократить дистанцию гораздо меньше. К чему я это все? Помните еще, в Откинс Гленн я говорил, что не стоит на первом круге подъезжать настолько вплотную к машине впереди, потому что вы ставите себе полную зависимость от ее действий. В данном случае ситуация абсолютно читалась. Это заименление было совершенно прогнозируемо. и 97-му номеру следовало быть поосторожнее, особенно учитывая то, что на предыдущем этапе в панораме он уже получал штраф за приезд зад в первом же повороте гонки. Собственно и в этом случае пилот номер 97 заработал штраф. Следующий эпизод. Второй круг почти то же самое место. 48-й номер догоняет 14-го. И дальше следует еще серия столкновений. что же у нас происходит здесь. 14-й номер впереди начинает тормозить очень рано. Маркер даже чуть раньше, чем маркер 150. Обычная точка торможения в этом повороте находится у следующего маркера 100. но он, видите, где впереди темная феррари тормозит. И такого замедления 48-й номер никак не ожидает. Происходит первое столкновение. Если честно, при разборе этого момента у меня даже возникло ощущение, что номер 14-й перепутал маркеры. В пользу этого говорит, например, и то, что он тут же после начала торможения начинает целиться внутрь поворота. А эта траектория, мягко говоря, не оптимальная. Обычно этот поворот заходит гораздо шире. Можно видеть, что машина впереди. Либо придется предположить, что это такая попытка защиты. А про защиту смещением на торможении мы с вами в одном из предыдущих роликов уже говорили. И чем это заканчивается, тоже видели. В любом случае, торможение получилось, но очень ранним. Номер 14-й за это столкновение получил штраф. Но давайте попробуем рассмотреть подробнее. Был ли шанс 48-го номера предвидеть такое развитие ситуации? Для этого вернемся немного назад. Уже после третьего поворота 48-й оказывается вплотную по золи 14-го. И в четвертом повороте. Чуть было в него не въезжать. То есть торможение 14-го номера уже здесь было раньше. Ну, это можно понять. Впереди плотная группа машин, плюс еще вон мы видим 2-лайт. Тем не менее, это, так сказать, первый звоночек. Едем дальше. Следующий поворот. Опять дистанция сокращается буквально до минимума. Но пока впереди все еще есть машины. Все это объяснимо. А вот здесь машины уже более-менее растягиваются. тем не менее. Вот в этом последнем повороте мы можем заметить, что 14-й номер тормозит опять гораздо раньше, чем 48-й. То есть, в принципе, шанс предположить такое развитие событий в 48-го номера был. Он регулярно утыкался в 14-й на протяжении всего круга. И тут у нас впереди фактически первое по-настоящему боевое торможение, когда машины уже растянулись. Имело смысл сместиться все-таки на корпус в сторону, чтобы в случае очень раннего торможения иметь перед собой пространство. Но судейская коллегия и я в том числе посчитали, что все-таки ожидать торможения на целый маркер раньше, при том, что в непосредственной близости впереди машин нет, от пилота, едущего в топ-10. Там, допустим, ниже пелетона, там все едут сильно по-разному. Там имеет смысл страховаться. Но в данном случае все-таки у 48-го номера сильных поводов ожидать такое развитие событий не было. Плюс, конечно, сыграло еще роль то, что 14-й на торможение сразу полез внутрь, чем лишил 48-го вообще любых шансов что-то сделать в этой ситуации. Потому что, как мы видим, 48-й номер даже успел среагировать. Он начал выходить внутрь и начал тормозить. Но все же реакции не хватило. Но теперь мы перейдем к дальнейшему развитию событий. 48-й номер начинает катиться поперед трассы и происходит еще два столкновения. Что же у нас тут происходит? Мы видим, как сначала при развороте тормоза 48-го номера зажат. а затем он его отпускает. Именно это приводит к тому, что вот в этой ситуации машина начинает закручивать поперек трассы и происходит столкновение с 10-м номером и 5-й тоже не смог увернуться. В Панараве мы с вами уже говорили о том, что при потере контроля нужно зажать тормоз и ни в коем случае его не отпускать, чтобы избежать непредсказуемых движений машины. поэтому в данном случае несмотря на то, что первый контакт был виной 14-го номера, последующие контакты лежат полностью на совести 48-го. и он получает и он получает гораздо больше штрафа, чем 14-й, потому что он получается виноват в аварии с несколькими участниками, тогда как 14-й только с одним. переходим ко второму заезду, где у нас на первом круге в третьем повороте случился массовый завал. поучаствовала куча машин. Давайте разбираться, что здесь случилось. Сначала нас заносит 39-го номера, но никому помешать он не успел. Картина неизвестного художника. Василий смотрит гонки. Холст масла. А на самом деле все начинается вот с этого момента. Тут мы видим небольшой контакт между 24-м и 43-го номера. 43-го начинает заносить. Плюс ко всему 24-й еще получает взяток 97-го. Ну и дальше по нарастающей. 28-й тут поучаствовал один сокомандник догнал другого и так далее и тому подобное. Давайте разбираться. Ну и начнем с первого контакта. Обгоняющий тут номер 43. Что мы здесь наблюдаем? Во-первых, видно, что обгоняемый 24-й идет достаточно узко, оставляя сопернику больше половины трассы. При этом можно сказать, что и 43-й оставляет достаточно места, чтобы внутри поместилась машина. и совсем небольшого касания все-таки оказывается достаточно, чтобы того 43-го занесло. Так как место сопернику 43-й номер все же оставлял, судейская коллегия решила, что его нельзя считать виновным именно в столкновении. Тем не менее, особенно учитывая первый круг, не будучи обгоняющим, довольно оптимистично рассчитывать на то, что ваш соперник, которого именно вы, попадя на обгон, вынудили заходить в поворот уже, сможет идеально вписаться внутрь поворота. Поэтому 43-й номер все же получил предупреждение за этот эпизод. Контакт 97-го номера совсем слабый, на развитие ситуации не повлиял. А вот 28-й номер принимает в ухудшении ситуации самое деятельное участие. Следует контакт с 97-м номером и того разворачивает на гоночной траектории. что же 28-й номер перед собой видит? Тут четко впереди видно, что две машины будут проходить этот поворот в туалете. В этом случае им обоим придется замедляться в этом повороте очень сильно, потому иначе вдвоем здесь не пролезть. И как мы видим, 97-й номер этого ожидает. Все-таки опыт первого заезда даром не прошел, несмотря на то, что у него гораздо меньше места. У него получается справиться с ситуацией, обойдясь минимальным контактом. А номер 28 явно недооценил ситуацию впереди и заходил в этот поворот слишком быстро. Следующий эпизод этого завала. 31-й номер вплотной подъезжает к 44-му и не успевает среагировать на замедление. Что же видит перед собой 31-й номер? Давайте внимательнее посмотрим. Во-первых, он не очень явно, но все-таки видит ту вайт впереди в повороте. И замедление в этом повороте следует ожидать. А здесь он видит даже контакт двух машин впереди. Еще один звоночек. Но если мы посмотрим снаружи, мы видим, что 31-й номер все еще не тормозит. И не тормозит он до последнего момента. До самого контакта. Только в момент контакта зажигаются стопы. еще раз отметим. Проблемы впереди ожидаемы и даже заметны. Но поскольку он подъехал к 44-му номеру слишком близко, видимо, его внимание было целиком поглощено тем, чтобы не врезаться в него. И этого внимания просто не осталось на то, что происходит впереди. В результате усугубление ситуации. Дальше там было очень много всего. Еще куча столкновений, опасное возобновление движения, неаккуратные выезды на трассу, неаккуратные смещения и так далее. Многие участники получили штраф, но я хочу обратить внимание вот на что. Помните, из-за какой ерунды все начинается? Вот вот этот крошечный контакт. Тут не хватило каких-то 10 сантиметров. Что ж, получается. Один чуть-чуть не оставил места, второй чуть-чуть не досмотрел. третий немного не додумал. В результате из-за череды маленьких, совсем небольших ошибок образовался большой завал, в котором пострадали очень многие пилоты. На старте вам придется думать за всех. Придется потому, что кроме вас самих вас никто не спасет. даже если вы стопроцентно доверяете пилоту, который едет прямо перед вами, не может быть так уверены насчет всех остальных, которые едут перед ним. поэтому на первом круге не жадничайте, оставляйте зазор чуть побольше, и вы сами будете целее, и другим от этого будет полегче. на этом мне хотелось бы закончить. Разумеется, аварии еще были, у них было довольно много, происходящее очень тесная необгонная трасса, и пилотам приходится рисковать, чтобы отыграть позицию, но рассматривать каждую из них я не вижу смысла, потому что в большинстве случаев там все совершенно очевидно. В своих обзорах я стараюсь выбрать те моменты, которые, скажем так, ну, может быть наиболее характерны, или наоборот очень редкие и интересные. В общем, те моменты, на которых реально можно чему-то научиться. Но если у вас есть вопросы, если вам интересно мое мнение, по какому-нибудь инциденту, кстати, необязательно в РСРЛ, возможно, в какой-нибудь другой гонке, пожалуйста, задавайте. Я очень постараюсь на все ответить. к сожалению, не могу вас пригласить посмотреть этап в Дайтоне, потому что он уже прошел. В этот раз у меня было все очень плохо со временем, и я не успел закончить этот ролик до старта. Поэтому приглашаю вас сразу на восьмой этап, который создается через две недели на трассе в СПА. уверен, будет очень интересно. А пока чистых вам гонок и корректной борьбы. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ